Пыль, смог и выхлопные газы – то, чем мы дышим каждый день. Загрязненный воздух разрушает наш иммунитет и наносит серьезный вред организму. Еще лет 20 назад, рассказывают экологи, Барнаул уже входил в десятку самых грязных городов России. Но тогда было много заводов, они сильно загрязняли городской воздух. После перестройки большинство предприятий закрыли. Экообстановка улучшилась, и только барнаульцы задышали полной грудью, как резко выросло количество машин. Сейчас в городе только по официальным данным насчитывается около 250 тысяч автомобилей. Это при том, что население города чуть больше 600 тысяч человек. Нужно все равно заботиться о своем городе и пытаться как-то решить ситуацию с автотранспортом. Это в планах есть администрации, насколько я знаю, потому что строительство объездной дороги, потому что большой вклад в выбросы дают у нас все-таки какие-то грузовые машины, фуры и так далее, которые идут через город. От неблагоприятной экологической обстановки страдают прежде всего наши легкие. Чтобы обезопасить себя, соблюдайте элементарные правила. Не гуляйте вдоль оживленных магистралей, носите маски, по примеру, японцев, правда, не забывайте их менять. Проветривайте помещение и просто почаще выбирайтесь за город, там вы можете дышать полной грудью. На природу стоит выбираться уже сейчас, ведь апрель – это один из самых загрязненных месяцев в году. Это подтверждают пробы воздуха, которые ежедневно анализируют химики. Дело в том, что апрель – переходный период, когда сошел снег, но листвы, которые бы спасало от пыли, еще нет. Чаще покидать черту города стоит жителям центрального района, говорят специалисты гидрометцентра. Уровень вредных веществ там порой зашкаливает. Эта часть города отличается более низкой формой рельефа местности, котловиной и наличием частного сектора с печным отоплением. Поэтому, особенно зимой в условиях антициклона, очень часто можно видеть снеговую ситуацию именно вот в этой части города. Решить проблему с загрязнением, рассказывают экологи, помогли бы зеленые насаждения, которые поглощают вредные вещества. В Барнауле зеленая зона небольшая, и если бы не ленточный бор, рассказывают специалисты, то ситуация была бы еще плачевнее, и Барнаул занимал уже первые строчки в списке городов с самым грязным воздухом. Так что продавать барнаульский воздух, как наши соседи горноалтайский, мы не можем. В пору нам самим прикупить пару баллончиков, чтобы вздохнуть полной грудью. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Продолжение следует...